Сосудистые звездочки, сеточки – это проявление различных, возможно, заболеваний не только при варикозной болезни, но и, соответственно, где они располагаются. Если это на туловище, то может быть эндокринная система, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая патология в том числе тоже. Но если это преимущественно на ногах, то это уже начальное проявление варикозной болезни. При варикозной болезни возможно проявление либо сеточек, таких мелких, либо уже больших расширенных вен. И, соответственно, если это заметили, то, конечно же, нужно уже с этим обращаться, иначе они будут прогрессировать, приводить к осложнениям достаточно неприятным. Лучше прийти провести обследование, показаться доктору. Доктор скажет, либо вы здоровы, либо есть какая-то проблема, и, соответственно, уже назначат, что с ними делать. Потому что методик очень много, они разные, и если звучит диагноз там варикозная болезнь, то это не значит, что одинаковое будет для всех лечение. Оно разнообразное. Но в быту существует, что все-таки правильно это телеанктазии или сеточки считается, что это больше косметическая проблема. Но это не всегда так. Потому что зачастую мы смотрим на аппарате УЗИ пациента, и там находим большие проблемы именно с глубокой системой бывают проблемы, а также с поверхностной системы, но в бассейне большие подкожные вены, малые подкожные вены. Поэтому обязательно перед любой назначением должно проводиться дуплексное сканирование вен нижних конечностей, то есть для исключения патологии. Если пациент здоров, то, соответственно, мы ему скажем, что он здоров, и дадим ему тоже небольшие рекомендации. По варикозной болезни, конечно, уже доказано, что это заболевание все-таки передается по наследству, чаще уже от мамы. Но если патология есть и у папы, и у мамы, то ребенку это почти 100% она передается. И если наследственность есть, то обязательно, даже если ничего не беспокоит, обращаться нужно к врачу, обследоваться и проводить профилактику при данной патологии. Это тяжесть в ногах появляется, усталость в ногах, это отеки, которые могут наутро проходить, но, опять же, после нагрузок они появляются. То есть это должно насторожать обязательно. Это судороги, они могут быть как редкие, так и постоянные, так и накопительные. Это может быть даже покалывание, это может жжение, даже хотя некоторые говорят, что это неврологическое. Нет, именно жжение в области стоп, это может быть характерно для начала варикозной болезни. Это даже деформация стоп, это изменение кожных покровов, это изменение ногтевых пластинок, потому что если нарушается питание, это тоже все страдает. То есть вот такие симптомы могут управляться. Достаточно их много. Эклеротерапия – это методика, которая используется, используются инъекции, больше ничего другого. То есть методика придумана очень давно. В сороковых годах ее стали активно применять, и в том числе в нашей стране. Разработала методику, особенно такую более удобную для врачей, это врач такой был Феган. Методика заключается в том, что в положении лежа пациенту проводятся инъекции варикозно расширенной венки. Венка заполняется специальным препаратом, который выталкивает кровь и вызывает склеивание стенки сосуда, разрушая ее стенку. То есть этого мы и добиваемся. За счет этого она превращается в тяжек, который перерастает в фиброзную ткань и потом полностью рассасывается. То есть внешне она сначала видна, когда мы ее закрыли с помощью инъекции, но со временем она полностью рассасывается, и она исчезает. Вновь они не появляются. Могут появиться, конечно, новые какие-то вены, тем более, если наследственность присутствует, потому что это хроническое у нас заболевание. Но эти вены уходят бесследно, абсолютно точно. Кровь идет по здоровым сосудам, потому что венозная система у нас очень богатая. Она, ну, если иногда, чтобы пациенту было понятно, объясняю, что это вот дерево, которое имеет очень много разрастаний, стволов, и, соответственно, она очень быстро компенсирует потерю, наша система венозная компенсирует потерю любой другой вены, и она дополняется уже другими сосудами здоровыми. В любом случае, когда вена расширена, и она не работает своей функцией, она уже его не выполняет, и, соответственно, наоборот, мешает здоровому кровотоку, потому что кровоток замедляется. Как только мы ее устранили из кровотока, кровоток начинает нормально функционировать. Поэтому система никак не страдает, а только, наоборот, лучше. И не только косметическое, естественно, результат мы получаем. Мы будем так говорить, офисная процедура, то есть пациент сделал, и сразу же он может приступать к своим делам. Это не причиняет ему дискомфорта, потому что никакого болевого синдрома нету. После процедуры может идти на работу по своим делам. Может, ну, спортом не рекомендуется в этот день заниматься, но, например, не исключена беговая дорожка, очень даже хорошо, то есть как можно больше ходить. После процедуры рекомендуется 30-60 минут именно двигаться. То есть ограничений практически, ну, не практически, а их нет. Филосклеротерапия Филосклеротерапия – это придумана методика немецким врачом. Она придумана совсем вот недавно ранг врачом. В чем она заключается? То есть проводятся также инъекции в сосудике, но после этого, как обычно, склеротерапия, одевается компрессионный трикотаж, и пациент встает и идет там по делам, здесь вместо компрессионного трикотажа накладывается специальная пленка, которая очень прозрачная, она воздушная, на коже она практически не ощущается, с ней можно мыться. Даже были пациенты, которые говорили, что даже принимали ванну, она не отходит. И, соответственно, она не причиняет никакого дискомфорта. Наносится она на несколько дней, ну, если даже, может, пациенту, можно даже носить до недели по возможности. Затем она снимается, пациент может ее снять сам, либо прийти в клинику. Что она делает? Она создает локальное давление на то место, где мы укололи венку, и вызывает лучшее прижатие стенки сосуда, за счет этого венка лучше закрывается и рассасывается со временем. То есть вот чем она отличается. Ну, это удобно, особенно ее можно применять в любое время года. Например, летом жарко, компрессионный трикотаж носить тяжело, а с филл и эротерапией это очень удобно. Ну, чаще, конечно, она применяется для более мелких сосудов, хотя для больших тоже не противопоказано, тоже можно.